Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов с последними событиями и коротко о главном. Танковый бой без противника. В Буйнакском районе на территории воинской части загорелся танк. Причина и следствие через минуту. Теория и практика на дорогах города – необходимые условия. Результат будет потом, а пока вступают новые правила приема экзаменов на водительские права. Помогли единство и сплоченность. Девять дагестанцев выиграли профессиональные поединки турниров «Брейв» по смешанным единоборствам в Бахрейне. Встречали бойцов, болельщики, родственники и наши коллеги. В Дагестане на территории воинской части загорелся танк. Возгорание произошло в Буйнакском районе. Пожарные потушили боевую машину. Пострадавших нет. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за сдетонировавших боеприпасов. Сотрудники военной прокуратуры на месте устанавливают причины и обстоятельства ЧП. Организована проверка по сообщениям в соцсетях о загрязнении сточными отходами Каспийского моря. Предположительно, источником сброса является коньячный комбинат в Дербенте. Прокуратура Республики организовала проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора с изиспоившейся информацией о загрязнении Каспия. На месте сброса, а также с коллектора в 70 метрах от Дербентского виноконячного комбината Дагестан взяты пробы сточных вод и жидких отходов. Это необходимо для того, чтобы установить объемы сброса и компоненты загрязняющих веществ. Очевидно, что противоправные действия Дербентского виноконячного комбината самым пагубным образом сказываются на качестве ценных водных ресурсов. Существенно влияют на туристический имидж и потенциал города. И сейчас власти города предпринимают все усилия, чтобы вредоносные сбросы прекратились раз и навсегда. В Махачкале реставрируют памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы. Облагораживание монумента, расположенного на Радобском бульваре, началось после обращения политика, эксперта Общероссийского народного фронта Османа Булатова, главе Дагестана. По его словам, памятник находился в критическом состоянии. В республике около трех тысяч человек, участвовавших в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Сергей Меликов поручил завершить реставрационные работы Стеллы к 20 апреля. Напомним, в этом году исполнится 35 лет со дня взрыва в Чернобыле. Дагестан готовится к туристическому сезону. В столице республики уже начали обустраивать пляжные зоны, в том числе Центральный горской пляж и пляж Березка. Проводится ремонт набережных, установка объектов сервиса, организация детских и спортивных зон. К тому же монтируется инфраструктура для лиц с ограниченными физическими возможностями. Начиная с майских праздников, столица Дагестана ожидает наплыв отдыхающих. Одной из задач стоит освежить конструкции, покрасить, обновить скамейки. Готовятся уже и новые скамейки, новые урны. И я думаю, что действительно горожане оценят подготовку. И большая просьба, конечно, соблюдать санитарную составляющую, потому что действительно это труд людей. Дагестан в числе регионов с самым высоким уровнем безработицы в 2020 году. Об этом сообщает Росстат. В пятерку антилидеров рейтинга также входят Ингушетия, Чечня, Тува и Северная Осетия. Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе. Далее идут Москва и Санкт-Петербург. В прошлом году в стране было официально зарегистрировано более 4 миллионов нетрудоустроенных. По данным Минтруда страны, ситуация на рынке труда в России сейчас понемногу стабилизируется. С апреля вступили в силу новые правила приема экзаменов на права, а также выдачи удостоверений. Вместо трех экзаменов на права кандидатам водители теперь нужно сдать два. В ряде случаев водительское удостоверение не выдадут, если водитель был лишен прав. Об этом говорили на пресс-конференции в ГИБДД Республики. Подробнее об изменениях в нашем сюжете. Будущий автомобилист проходит проверку навыков вождения в условиях реального движения. Такие новшества действуют с апреля этого года. Из экзамена исключили площадку. Практиканты будут демонстрировать свои навыки в городских условиях. Вместо привычной схемы – теория площадка-город. Четыре обязательных упражнения все равно остаются. Это эстакада, въезд в бок с задним ходом, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве. По мнению автоинспекторов, серьезные изменения в правилах, которые благоприятно повлияют в дальнейшем на молодых водителей – это пристегивание ремня безопасности. Инструкторы будут обращать внимание на то, что необходимо в первую очередь пристегнуться. В случае непристегнутого ремня экзамен прекращается. Непристегнутый ремень безопасности автоматически заканчивает прием экзамена, так скажем, еще не начавшись. То есть, как только кандидат не пристегнулся, все, экзамен прекращается. На то, чтобы сдать экзамен, отводят всего 30 минут. Также 20 минут предоставят на подготовку к сдаче правил вождения. Новый регламент не предусматривает информации о маршрутах, что исключает заучивание схем передвижения. Это значит, что сдать на права сможет только тот, кто реально знает теорию и отлично отработал практику вождения. Долгожданный компьютерный томограф в обновленной детской больнице. Аппарат приобретен Минздравом регионом вместе с другим высококлассным диагностическим оборудованием на общую сумму 63 миллиона рублей. Теперь детская больница оснащена суперсовременной эндоскопической стойкой, УЗИ-аппаратом, прикроватными мониторами и аппаратами ИВЛ. Помимо этого, в трехэтажном корпусе проведена полная реконструкция, обновлены приемные отделения со всеми функционально-диагностическими кабинетами. По мнению министра здравоохранения, с появлением такого уровня оборудования все дети смогут получать качественную помощь специалистов. Мы об этом долго говорили, мы к этому долго шли и, наконец, нам удалось реализовать. И мы надеемся на то, что здесь дети смогут получить специализированную помощь. Депутаты Махачкалинского городского собрания и молодежного парламента встретились со школьниками. Комиссия в таком составе теперь оказывает помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и помогает решить конфликтные вопросы. В ходе доверительной беседы с учащимися 56-й Махачкалинской школы обсуждался буллинг травли в школах, проводящие к агрессии, насилию и снижению успеваемости, эмоциональным и невротическим проблемам. Ребятам демонстрировали социальные видеоролики на темы формирования у молодежи правильного общественного сознания, гражданская позиция, любви к спорту и хобби. Кроме того, в Махачкале начал работать телефон доверия для детей и их родителей, оказавшихся в тяжелой ситуации 68-16-53. Спортивный актив Дагестана обсудил поведение спортсменов и тренеров на соревнованиях. В совещании по вопросам профилактики наркомании в молодежной среде, духовно-нравственного воспитания учащихся спортивных школ обсудили накануне в Махачкале. На встречу были приглашены представители МВД, муфтиятам, республиканского наркодиспансера, именитые дагестанские спортсмены и тренеры. По данным наркологического диспансера, сегодня более 20 тысяч человек официально состоят на учете учреждения, как лица, употребляющие наркотические и психотропные средства, а также страдающие алкогольной зависимостью. Министр спорта Республики Сажидов отметил, что проблема распространения наркомании среди молодежи, к сожалению, остается актуальной и злободневной уже многие годы. Но вместе с тем спортсмены, тренеры и в целом спорт должны быть альтернативой всем этим асоциальным явлениям. Кто, если не мы, будем сохранять жизнь этих детей в будущее нашего поколения? Мы как тренера, мы как воспитатели, мы как директора спортивных школ, мы как спортсмены, на которых равняются, смотрят, берут пример тысячи-тысячи детишек в наше будущее поколение. Кто, если не мы, не меньше ответственность у нас, как у родителей этих детей, за их будущее, за их воспитание, за их дела и деяния. В Дербенте состоялась масштабная утренняя зарядка. Она прошла на территории крепости Нарын-Калам. В акции приняли участие сотни людей. В их числе представители власти, именитые спортсмены и религиозные деятели. Мероприятие, по словам организаторов, направлено на пропаганду здорового образа жизни. Цель мероприятия какая, ребята, чтобы вы, вот как здесь все дружно вместе мы стоим, чтобы были такими везде, всегда, особенно в предстоящем месте Рамадан, чтобы сохраняли, укрепляли дружеские узы, братские узы. Залог хорошего настроения с утра. Так что делайте все зарядку, чтобы у вас на целый день было хорошее настроение. У каждого из нас 100% есть талант, который Аллах нам дал. Поэтому надо идти, добиваться цели. Я вот честно сказать, я в жизни никогда не думал, что когда-то я могу стать таким чемпионом. Я просто не думал. Поэтому и каждый из вас должен мечтать, думать, что он может, может, может. Это первая мечта его должна быть такая. Победой и титульными абициями из Бахрейна. В Махачкалу вернулись триумфаторы турниров Брейв по смешанным единоборствам. На минувшей неделе девять дагестанцев выиграли свои очередные профессиональные поединки. На родине бойцов встречали их верные болельщики и наша съемочная группа. Курбан Рагимов пообщался со спортсменами. Уверенная работа в стойке, перевод в партер и выход на болевой прием. Икрам Алискеров в бою с сербом Мира Юрковичем добывает восьмую победу в лиге Брейв. Теперь дагестанский боец – первый претендент на титул чемпиона в среднем весе. Радость и успеха со спортсменами разделяют их родные и друзья. Все они ждали и следили за поединками у экранов. У нас в зале такого не бывает, что мы под определенного соперника готовимся. Мы все бойцы, у нас методика подготовки такая, что мы готовимся к тракторной войне, так грубо говоря. Довольно-таки напряженный месяц был, 3-4 турнира подряд, везде выступали наши пацаны. Подготовка была тяжелая, весогонка у одних, у других. Сам Ильдар там на турнире, сам Бахрени находился, много работы проделал для команды. Потому что, знаете, весогонь, как бывает, выполнять капризов каждого бойца – это чуть тяжело. Бьемся как команда, живем как семья. Эти слова можно смело отнести к дагестанским спортсменам, выступающим за границей. Всего на турнирах в Бахрени победами отметились 9 выходцев из страны гор. По словам тренера команды KHK Эльдара Эльдарова, единство и сплоченность в коллективе во многом послужили залогом общего успеха. Какой клуба ни было, мы были как единое целое, сплоченные и поддерживали друг друга. Потому что соперники были. Кто-то из Сербии, кто-то из Африки, кто-то из Америки. Для карьеры драться с международными бойцами в разных частях света – это очень… Я по себе знаю. С каждой точки, где я выступал, появляется какая-то публика, которая тебя знает. То есть я выступал в Индонезии, у меня есть люди, которые знают меня, видели в местных новостях, трансляциях. Этот год для клуба обещает быть насыщенным. На титул в наилегчайшем весе претендует Велимурад Алхасов. Победив у американца Зака Маковский, он вышел в финал Гран-при. Поединок, вспоминает боец, был принципиальным, так как именно Янкин нанес Алхасову единственное поражение в карьере. В бою за пояс он может встретиться с Али Багаутиновым, который также уверенно идет к чемпионству. У любителей с ним были два раза. Мы встречались оба раза. Он выиграл. Отдаю должное, серьезный соперник. Чтобы быть лучшим, надо драться с лучшими. Хочется, чтобы он в финал попал и с ним уже в финале подраться. В планах у спортсменов заслуженный отдых. Затем тренировки в дни священного месяца Рамадан будут проходить в щадящем режиме. Упорная подготовка к титульным боям начнется в конце весны. Курбан Рагимов, Магомед Гусейнов, Нурмагомед Магомедов. Телеканал ННТ. Махачкала. В Дербенте завершился Кубок Муфтиата по мини-футболу. В нем приняли участие 40 команд из разных городов и районов Южного Дагестана. Мероприятие проходило три недели. В последний день соревнований были сыграны финальные игры. По итогам футбольного турнира в упорной борьбе победила команда Усухчай. На церемонии награждения выступили представители власти и общественности. Победителям и призерам вручили грамоты, медали и денежные вознаграждения. Призовой фонд составил 50 тысяч рублей. Это как бы в Южном округе был у нас чемпионат. В других округах тоже будет чемпионат. И после Рамадана будет Республиканский кубок в Махачкале. Наверное, тех, кто занял призовые места, мы туда тоже пригласим, как на финальную часть. И там будут уже отдельные призы и отдельные соревнования. Это было все к этому часу. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова